Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, как обычно, мне очень приятно Я хочу быть здесь и рассказывать о нашей работе, о каких-то аудиториях И то, что я буду рассказывать, базируется на статье, которую мы недавно положили на архив Статья написана в соавторстве с Захаром Камарготским, Мануальной Кулакцизией и Сашей Джабаедом И мы будем рассказывать про ограничения, которые следуют из элементарности контрольной теории Кулак Ну, это все будет на английском То есть, слайд на английском, но я постараюсь на русский язык переводить, в мере возможности, как обычно Да, может быть, английский понимает, в мере, который, в мере, в мере, в мере Ну, поднимите руки, кто не поднимает какие-то Собирайся читать слайды, так сказать Нет, нет, нет Мне тоже не мешает практиковаться Делать доклады на русском, это не так часто дается Ну, вы меня сильно не ругаете, если, например, ошибки Значит, комфортная теория поля CFT Представляют собой достаточно интересный сектор квантов в теории поля И причины, по которым они являются интересными, здесь перечислены В частности, они могут быть полезны для описания реальной физики Например, для описания фазовых переходов Например, афтическая точка воды вписывается в конформной теории поля И они также появляются в теории поля, как описание... Как правило, вы можете думать о теории поля в терминах потоков веном группы И конформные теории поля описывают начальную и конечную точку Начальная точка — это, скажем, теория при конечных энергиях Конечная точка — это теория при очень низких энергиях С теоретической точки зрения они очень полезны, потому что В отличие от обычных теорий поля, которые у вас есть То есть действия, которые вариантно Относительно действий группы Клок Ра В конформной теории поля есть еще дополнительный генератор сметрии То есть группы гораздо больше То есть симметрии больше Поэтому у нас есть лучший теоретический контроль над нашей теорией То есть мы можем решить В каких-то случаях мы можем теорию решить И одна из, может быть, главных причин Которой мы над этим работаем Заключается в том, что конформная теория представляет собой На более изученный пример И GST-FT соответствия Которые в общем виде Есть соответствие между квантовой тераполем И классической гравитацией В неком искривленном пространстве Но для конформной теории поля Это соответствие изучено наиболее хорошо Основные ингредиенты Ну, вообще я должен в хорошем сказать, что Кроме обычных генераторов Банкере То есть давайте мы рассмотрим не в клиенту теорию В две измерениях А в равнинах Нехтрях 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 Т.е. это генераторы вращения и momentum, у нас есть еще генераторы растяжения, которые берет и растягивает наше пространство. И еще в конформную группу входят так называемые специальные конформные генераторы, чей генератор будет вращенную. При действии этих генераторов, если группа в Банкаре является изометрией Ленковского, в конкретном случае, мем делается в педовом пространством, является группой изометрии в педовом пространстве, то эта форма группы является группой изометрии, но при этом метрика остается в Ленковской с точностью до фактора деконформного фактора. Можно показать достаточно легко, что мутационные соотношения для генераторов соответствуют группе SOD плюс 1, то есть это группа вращений в D плюс двамерном пространстве. То есть мы начали описывать д-мерное пространство, у нас группа симптомии д-мерного пространства это Панкаре умножить на SOD, комфортная группа д-мерного пространства, то есть это группа вращений D плюс 2-мерного пространства. И по этой причине, то есть в частности эта группа является группой изометрий пространства антидесситера в D плюс 1-мерии, и именно поэтому, ну по крайней мере с точки зрения симметрии, именно поэтому теория поля в D-мерии эквивалентна для реактивитации в IDS плюс 1. Значит, основными ингредиентами конторной теории поля являются примарные императоры, в этом случае мы называем O, μ1, μs, у которых есть spin s и конформная размерность D. Что такое примарное? Что такое конформная размерность? Да, конформная размерность, то есть генераторы которые мы сейчас написали, мы можем рассмотреть операторы, на которых они действуют в диагональном образе. Например, D действует на оператор O, то есть O является, то есть оператор является собственной функцией оператора растяжения, и вот этот датик называется конформная размерность. Примарный оператор — это оператор, а… А реально это означает, что это фактически как горточная равняность? Ну да, да. Примарный оператор — это оператор, действуя на который специально конформное преобразование мы получаем… В данном примерном случае нужно помнить, что коммутация растяжения в специально комфортном преобразовании выглядит таким образом, а коммутация растяжений с моментом с имплюсом выглядит таким образом. Т.е. в радиальном фонтовании, то есть вы можете эту теорию рассмотреть в радиальном фонтовании, когда радиус, т.е. когда оператор растяжений становится гмагминьяном, т.е. в этом рассмотрении P — это оператор рождения, а K — это оператор уничтожения. В таком смысле это утверждение заключается в том, что оператор уничтожает, как пишут, уничтожает оператор, примарный оператор. То есть существует, я не буду задавать подробностей, но существует, существует описание в компромтеории, как я уже сказал, Можете рассмотреть радиальный карминал как время и оператор растяжения гмагминьяном. И это на самом деле довольно полезное описание теории, ну я не знаю, не только два, как и с большого оператора. В общем, это вот определение примарного оператора. Twist, как обычно, определяется как разница между конформной размерностью и спиной. Т.е. 5 на минус 1. Конформная симметрия полностью фиксирует двух-трех точек этих операторов. Т.е. к примеру для скаляров можно показать, что двухточка скаляляционной функции двух операторов равна нулю, если конформные размерности этих операторов различны, и равна 1 на 2 дельта, если конформные размерности этих операторов равна нулю. А трехточек, которые фиксированы и выглядят следующим образом, где а – это число, которое также называется коэффициентом операторного отложения, а дефты относятся к конформным размерностям этих операторов через эту равна. Т.е. в двух-точке и в трех-точке целиком и полностью фиксируются конформенную симметрию. Т.е. можно номеровку, мы уже набрали оператора на 1. Т.е. после этого у вас на 1? Т.е. после этого это а, но отцена ничего не зависит. Более того, оно определяет вашу теорию фактически. То есть набор конформных измерений и набор этих процентов, в принципе, отрибляет больше. Это, наверное, у вас там что-то? Нет, наверное... Это когда-то в годах 60-х, что ли, Париков это показывал, да? Вот эти вот, для трехточников. Для двухточников это как-то тревиально вообще, а для трехточников не так тревиально. Но тоже, по-моему, менее тревиально. Я уже забыл всё. По-моему, это в 60-х годах кто-то... Ну, это так, кто думал. Это, там, Доломончиков, Поляков и кто-то ещё. Нет, не в двумерях. Ну, я не знаю. Во всяком случае, Париков это не умеет. Для Бога. Ну, я не знаю. Во всяком случае, почти в мире. Ну, это не важно. Ты просто чего расфакторизал из всех этих произведений по плану? Да. Как я уже сказал, в принципе, информатиори характеризуются спектром, спектром. Это, в данном случае, просто набор комфортных размерностей для всех операторов, а также коэффициентом в операторном разложении. То есть, в случае, когда у нас имели место будет скаляр, то есть, вроде, мы рассмотрим случаи, когда у нас два оператора слева скаляры, а справа оператор тоже скаляр. То есть, если справа этот оператор тоже скаляр, то есть, этих индексов здесь нет, этих иксов здесь тоже нет, то есть, здесь квеста тоже не будет, а будет вместо него размерность этого оператора O. А почему-то я не понял. У вас вот эти операторы, они это что-то явно заданное или это... Почему вы говорите, что у них конфонтной размерности, их нужно отдельно задавать или что? То есть вы говорите, что ваши поля образуются при дилатации, да? И тем самым задаете теорию. То есть в некоторых теориях их можно, естественно, вычесть. То есть существует, например, в свободной теории мы знаем, что одноформная размерность эскаляра четыре произведения объединится. А, то есть у них, если у вас конкретная теория, вы можете сказать, как должны преобразовываться, чтобы утренжиантом или там действие оставалось невероятным, да? Нет, не так. Это может существовать как одноформную размерность, если ты умеешь с этой теорией разобраться. Ну, если у них, если у них, если у вас так ничего не вычислить. Хе-хе-хе-хе-хе. А он отказывает этот эскаляр, насколько я понимаю, да? Ну, да. В итоге мы не хотим, соответственно, рассматривать конкретно эскаляр. То есть, в последних случаях у вас есть свободный окружен. Свободного окружен, но все ясно. Теперь, предположим, у вас есть конджианское взаимодействие. Когда... то есть взаимодействие у вас... ну, например, я не знаю, какой-нибудь особенный момент. То есть, у вас есть векторная модель с платформой? Да, конечно, бывает. То есть, какой-нибудь такой же вектор. То есть, какой-нибудь такой же... Ну, кроме... Ну, не русский не управляет. Да, я и хочу понять. То есть, в леодинамике у вас, естественно, у вас есть инфицированная точка конфорна. Которая возникла, если их конфорнатили, как я слушаю. Ну, конечно. Да нет, но... В леодинамике, если бы я на милс, конечно, он неконфортный. Нет, у вас есть инфицированная точка конфорна. Если бы эта функция не равна, то есть... Ну, это не раз. Вот это на уровне шлоцидистового, это по-руже. На уровне шлоцидистового, да, конечно. …нах и сея на это шлоциде, но он невероятный всего на нутре. Да нет, у нас есть есть, но реально будет 4. Там в это функция равна нулю, поэтому... ...масштабы&туряты нет. То есть, а в этой реальнии состоят? Ну, в реальность. Ну, в реальности нет. Вот такой зато уже нет. Сейчас, реально. А все-таки, действительно? Можно ли это? Что это такое? А, по поводу глядь, по поводу глядь. Это, кстати, хороший пример. Давайте мы рассмотрим биодинамику с квартой. То есть, так положим, у нас три кварт. В этом случае у нас теория, в ультрафиолетии есть конформная точка фиксированная, в инфракрасе конформной точки нет, у нас есть щель. Давайте теперь рассмотрим, будем менять количество ароматов, количество кварков будем увеличивать, увеличивать. Мы знаем, что в какой-то момент у нас знак бетафункций поменяется. То есть теория перестанет быть асинтатической свободы. И когда у вас количество кварков чуть-чуть меньше, чем это периодическое число, по-моему, это ДХД на одиннадцать вторых множественных количеств светов, то у вас существует самосоциализм. У вас существует второй нойн, второй нойн, это инфракрасно-фиксированная точка. Банкс-ЗАГС. Что? Банкс-ЗАГС. Это конформная теория Банкс-ЗАГС. То есть, если у вас НЛ достаточно близко к критическому значению, то константа связи в этой инфракрасной точке достаточно мала, и вы можете портурбативно всё посчитать. Нет, но всё равно же это же самое число цветов, это же просто вы говорите про одну такую бета-функцию, да? А вот же там... Это же не значит, что масштаба вообще не появляется, да? Ну, в инфракрасе у вас всё равно комфортно. То есть, если у вас НЛ достаточно близко к критическому значению, то вы можете свою бета-функцию проверять. Оно является 0, а потом он неравно? И так далее. А как это говорится, нельзя выкинулся билетиком, я жил, что-то реально, и что-то... У меня есть старом номер. Если этот второй номер близко к первому, то для него константа связь очень маленькая. Константа связь очень маленькая, в этом втором номере. То есть вы можете доверять преподативному приближению. И, кстати, если вы будете... То есть стандартная задача в этом контексте, это что происходит, когда ваше количество кварков уменьшается. То есть понятно, что когда у вас количество кварков равно 3, у вас есть щель и никакого нет оформной теории. А когда количество кварков близко к критическому, у вас есть оформная теория. То есть в какой-то момент оформная теория перестанет быть. Но этот режим, он происходит в... Это происходит в режиме, когда константа связь очень большая. Поэтому вы ничего, на самом деле, происходить не можете. Это стандартная задача. Только люди решают, как решают. Я хочу понять просто. Когда вы говорите, что теория конформа, вы говорите, это какое-то строгое утверждение, или это... Вы говорите о какой-то асимптотике теории, которая... Ну, для меня конформная теория, это строго конформная теория. Но... Вы можете получить эту конформную теорию как предел. То есть, например, она бесконечно... А строгоная теория может быть не три реальной? Конечно, например,уклос 4 иnung.. То есть она не три реальная? Конечно. Бездак в функция равлена некомнат whole. А в этот функция равна неров. Не, как бы, у серрана versus null. У него есть маргинальный параметр, который просто представляет из себя константу связи. То есть, когда у вас константа связи равна нулю, это теория это ... Когда у вас константа связи очень большая, у тебя весьма маленькая, у вас спектр аномальных размерностей очень нитериально себя ведет. Ну да, нитериально, но тем не менее, ситуация точно решает. Ну да. Правда, это не доказано, насколько я понимаю. Ну, раз пока не решили, значит, может быть. Ну, на самом деле, спектр планов движения института. Известно, как решили. Ну, в этом смысле, все теории, они скорее больше находят приложение дефицит элементарных частиц, от конденсмента, где есть реновый лопа, вблизи фазовые переходы корреляционной длины здоровые, и тогда масштаб может выкинуть вот этот самый, и она почти комфортная. Ну, это правда, да, но в... Я не знаю, на столько... Но все равно, какой вы уже знаете, вы не говорите, а мы расслабили фазовый переход, вблизи этого я не знаю. Это правда, но это... Существует того, как вы относитесь к теориям техниколога. Я не знаю, как вы относитесь к теориям техниколога. Каких? Техниколога. Техниколог. Теория? Если вам не нравится теория Техниколора, то я с вами соглашусь. Если вам нравится теория Техниколора, то там катформные теории играют в вашем роде. Нет, то, что ты говоришь, это определенное, что называют универсальностью класс. Что, ближе к этому, у тебя консурное поведение, и оно дивится на класс универсальный. Я просто хочу сказать, что в реальности такие объекты есть. У меня не в частицах, а просто в физике перенес. То, что он говорил, это не очень реально. Если в ГХД подгонишь число фейборов, у тебя будет консурное решение. Такого же не бывает. Техниколбов. А он будет терять. Определенное поведение полей, то есть конформная разница, определенная, она же, наверное, не только на трехточки, на баре, на митине, на баре, на структуре, по универсальному туже. Да. Но... Да, на четырехточки есть некие ограничения. Но... Ну там уже остаются какие-то функции. Остаются функции, так называемые, кроши, кроши. А... Понятно. Понятно. То есть это обычная геометика. А это от... 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 От пространства... От пространства зависит. В двух измерениях... Консурная группа гораздо более... Гораздо больше. В двух измерениях это группа консурок. И там гораздо более существенное ограничение выкладывается. Но мы в этом время не рассматриваемся. Значит, давайте сдвинем со спец, но... Давай мы продолжим. Да, значит, если мы рассматриваем операторы со спином... Ну, на самом деле, если жизнь на барсе, она всегда будет за него интересоваться. Да? Если мы рассматриваем операторы со спином... То в пределе... Когда мы рассматриваем line-point language... То есть когда у нас s в квадрате 0... Все иксы... Все иксы корречные на s в квадрате с 0... Эдорфин доминирует за операторов с минимальным звездом. И мы увидим, что в нашей деятельности операторы с минимальным звездом будут играть. Пожди. То есть... Один из вопросов... Это оператор дали вложения, но в некоторых центрах функций фиксировал. Да, то существует. Ага. То есть комфортная теория. Да. Как всегда, в операторном предложении, как известно, да? Главную роль... Да? Играют дипломластики. Играют? То есть в оперативном случае с меньше 300. Это... Так это... Перейти. Перейти это на простой дизайн. Ну, вот, сам. Я могу... Там же правило, там нет. Это чистая комбинаторная штучка. А вот это... Оно из-за того, на их производства неизвестны. В корреляторах у вас, естественно, могут придраться. В корреляторах у вас, естественно, могут придраться. В корреляторах они другополночные корреляют. То есть существует тот же слово, которое требует появления этой функции. Появления этой функции. Вопрос, который можно задать, это, если у нас есть набор контрольных размерностей и коэффициентов правового отложения, является ли любой набор самосогласованным, то есть описывает ли он неразумный приоритет. И ответ на этот вопрос... Ответ на этот вопрос нет. Любой набор самосогласованным является. И ограничение приходит из наложения к логе ТАМС. В частности, Коммунитарность требует, чтобы для операторов со спином больше ля, то есть конформная размерность операторов, любого прибавления операторов, должна быть больше, чем S, то есть спин, плюс количество измерений, минус 2. То есть в частности, это можно еще записать, твист, то есть дельта минус s, твист больше, чем t минус 2. Это... Уравнение возникает из... Сейчас, я не понял. Вот возьмем 4-х меря и спин 0. А... Скорям на 2 должно иметь размерность больше... Это для спин больше, чем 0. Для спин 0. Для спин 0. Для спин 0. Для спин 0. Дельта больше, чем дельта минус 2 на 2, что в четырех измерениях равно единице, естественно. То есть для спин 0. Для спин 0. Смой свободное поле, настолько получено, насыщает нерависть. Для спин 0. Для спин 0. То есть, подобного рода вещи они приходят из... Ну, на самом деле, для того, чтобы показать первое, для того, чтобы показать вот это укрепление, мы должны рассмотреть... А, нет, здесь есть на самом деле несколько способов. Ну, по крайней мере, я по крайней мере знаю два, для того, чтобы показать вот это неравенство. Но, одной из способов, например, мы можем рассмотреть двухточку, если у вас O премаркный оператор, мы можем рассмотреть двухточку его десентами. И можно показать, что это двухточка. Ну, на самом деле, просто дифференцирует. То есть, у вас O, O, X, O, 0. И, если его подифференцировать, то мы получим в четырехмерии что-то, что пропорционально для этого квадрата 1. То есть, конечно, на самом деле, отрицательный вид не может, то тоже можно показать, из чего мы получим, если это больше единицы. А вот, если я так буду рассуждать... Скалярное поле... Я пишу, что я уже не знал скалярное поле. И, значит, размерность этого поля как раз будет D-2. Да, да. Ну, вообще, другие операторы, они построены должны быть из этого поля, поэтому они должны быть... Ну, да, для свободного поля, да. Ну, да. Ну, да, но что, если у вас поля не свободная? Да какая не разница? Ну, тогда у вас конфорная размерность там... Я понимаю, да, нормальная размерность. Для этого не как раз. Да, для конфорной размерности, да, больше не равная идея. То есть, если у вас есть взаимодействие какое-то, то... Я понимаю, размерность-то поля, взаимодействие не изменится. Изменится, изменится. То есть, взаимодействие... Ведь это аномальная размерность. Я понимаю, с добавлением? Я думаю, это нормальная размерность, да? Сctor Orang Кer Да, включить другие операторы в виде этой, значение практически подольно. Эта эта это... Информация равных жесть? Вернее, вот эта дата. Конформация равных жесть? То совершенно обычная. Нет, нет, нет. Это полная разбирательность, это обычно, что-то аномальное. Да. Да? Да. И вы должны рассматривать конформную теорию. То есть, в принципе, если вы добавите... Я подписал их про Жан. То есть, если вы добавите взаимодействие, то у вас теория будет неконформной. В любой точке, где... Как-то вы вводили оператором для этого... Это была обычная разбирательность. И вы вводили... Что такое комфортное разбирательность? Вы сказали, что это обычная разбирательность? Нет. Это обычная, но она... Это же взаимодействующее поле, я так понимаю, да? Это действие на... Уже на поле настоящее, вместе с учетом взаимодействия. Она в этом смысле... Да. То есть вы включаете взаимодействие и смотрите, что будет в... То есть у вас взаимодействие приводит к тому, что у вас теория некомфортная. Вы можете рассмотреть... Потом при этом был. Если у вас взаимодействие релевантное. То есть у вас, как правило, есть фиксированная точка в ультрафиолете. Она конформная. Вы включаете релевантный оператор. И теория плывет в инфра-ред. То есть в инфракрасе у вас новая фиксированная точка. В ней... Вы можете, конечно, рассмотреть оператор файл. Но у него будет другая уже, на форме релевантных. То есть, например, вы можете перечитать... Я не знаю... Трэйс... То есть, если мы являемся в геодинамике с... 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 ...НФ-кварками. Можете считать не знаю. Фрэйс... Фскор. В... 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 То есть, если у вас банджарс икседраточка есть, он больше не будет раньше четырёх. После того, что это действие, похоже. Это всё в контексте того, что у вас есть теория неконформная, вы куда-то... Да, мы в итоге будем рассматривать только конформные точки. Мы, например, рассматривать конформную точку, вы проходите, как бы неинтересно, а не все, как прав, свободно. Мы будем рассматривать конформные точки инфракрасии. То есть, у них во всех не будет взаимодействия и, конечно... То есть, фактически, вы говорите, что у вас есть набор полей, которые, вы просто говорите, что они характеризуются вот таким законом преобразования относительно этого оператора, называют это, как бы, размерностью. А дальше хотите определить, а какие есть условия непротиворечивости? Да, да, да. Потому что, в принципе, такая теория может существовать. Совершенно верно. Совершенно верно. Именно этот вопрос и не задает. То есть, существуют теории, в которых мы можем всё это посчитать. Например, вот этот контакт с эксплуатом или суперсиметричных теорий. У нас, на самом деле, есть достаточно серьёзный контроль над тем, что происходит, даже с сильно связанной точкой инфракраса. Но мы задаем всё более общим вопросом. То есть, вот эти предыдущие ограничения на Туист были достаточно давно уже получены, тоже, наверное, в 70-е годы, в Мака. И вопрос заключается в том, есть ли ещё какие-нибудь ограничения. То есть, да, в частности, является справедливым утверждением о том, что когда Туист насыщает это ограничение, то есть, когда Туист точно равен Т минус 2, то мы имеем дело с оператором, который удовлетворяет, который является сохраняющимся током. Один из примеров этого – это страстанция. То есть, страстанция – это оператор со спином 2, у которого Туист равен Т минус 2. Но это утверждение. Вопрос заключается в том, являются ли в природе ещё какие-нибудь ограничения. То есть, есть некая история, которая привела к поиску ограничений на коэффициенте георгийской аномалии в Киеве-Поль. Эта история возникла из RSSD-соответствия, поэтому я напомню очень близко, что он рассказал. У нас есть RSSD-соответствие, которое описывает конструкцию георгийской аномалии в Киеве-Поль на границе, и, в общем, это фейлеровая плотность 4 георгийской аномалии в Киеве-Поль на границе, если мы его не будем добавлять, то у нас решение, это просто свакуумное решение, это anti-DC-25. И без этого члена коэффициенты георгийской аномалии, это два коэффициента, которые возникают в эффективном действии, если мы берём кривую метрику и делаем ей георгийское растяжение. Мы берём метрику, делаем ей георгийское растяжение, то есть теория конформна, наивна, поэтому она должна быть инвариантна, но, на самом деле, георгийская аномалия, и эффективное действие возникается на два члена. Один из которых это эйлеровское действие, а другой это вейлийский тендинг, которая коэффициентами при эйлифтянах называется коэффициентами конформной аномалии. И, как я уже сказал, если мы рассматриваем обычные SFT, когда у нас... Какой из метрики у вас там, в мир что-то включён, да или как? Да, да. Он не включён, он просто забыл. Когда у нас обычное начинание георгийское действие, то есть стандартное SFT, вы можете проделать соответствующие вычисления и показать, что это A равно C, то есть A равно C. То есть это очень материальный факт для обычной георгийации. Но если мы включим у такого члена, то A больше не равно C. А не равно C, и при ненулевой константе амбитах будет как CFT. Однако можно показать, что в теории, в которой включён вот этот вот член Георгийский тендинг, нарушается причинность. И причинность нарушается именно тогда, когда отношения A и C, либо становится больше, чем 3 вторых, либо становится меньше, чем 1-2. То есть это некое вычисление, которое делается в георгитации, но потом интерпретируется в теории поля, чтобы проводить георгий на границе. Ну, скажем так, и удержение заключается в том, что нужно принимать эти георгии за серьезно. То есть это, конечно, некая модель, которую мы рассматриваем. То есть модель георгитации с добавленным газом данным. Но вот эти границы этого неравенства, они на самом деле... То есть они впервые были заличены именно в этом контексте, но потом люди поняли, что это на самом деле более серьезная вещь. А именно люди осознали, что вот это окно, а разделить на C меньше, чем 1-2 и меньше, чем 3-2. Оно также получается из совершенно другого физического эксперимента, которое заключается... физического требования, спасибо. Это заключается в том, что мы будем рассматривать... Мы будем требовать о теории, так называемой, положительности потока энергии. О которой я буду говорить. Что такое положительность? Да-да, я... Поток идет из эксперимента в обыскание через битву. Т.е. мы сталкиваем две частицы... Мы сталкиваем две частицы и меряем энергию бесконечности. Поток энергии – это то, что мы меряем бесконечности. Т.е. оказывается, что положительность потока энергии приводит точно таким же ограничением. И то, что мы делаем в реальной этой работе – это мы пытаемся показать, что эти ограничения должны следовать исключительно из теоретики полевого сорока. Это значит, что было утепление. Значит, оставшееся время я расскажу вам про поток энергии, про то, как он распределяется и какие следствия из него следуют. И пытаюсь показать, что не там у нас в теории эквивалентна положительность потока энергии, а значит, эквивалентна граница на отношение А и С конформных аномалий. На самом деле, это была первая попытка это показать. Т.е. стало ясно, что физика там правильная, но формально она не совсем правильная, поэтому нужно работать больше. И именно поэтому мы занялись изучением глубоко-непробового растения в подобных теориях. И, как нам кажется, подобного рода эксперименты умственные позволяют показать более наглядным, что действительно из унитарности теории следуют границы на отношения А и С конформных аномалий. Я не понял. Вот деприн-эластик у вас для конформных теорий или для КХД, например? Я об этом тоже буду говорить. Деприн-эластик у нас, например, нет. Это всё достаточно... Ну и все это не для КХД. Для КХД? Не для КХД. Нет, для конформных. Да, тут всё будет конформным. Ну ладно. Ради надежды, что вы променяли, что там требование поток энергии на бесконечности, это означает, что вы деятельно должны требовать, что на бесконечности у вас были плоские граничные условия? Если у вас какая-то, не знаю, условно говоря, замутая Вселенная, у вас никаких там плоских условий на бесконечности нет, и такое вы условия на бесконечности не делали? Я не знаю, что есть. С текущего момента я буду говорить только о плоских. То есть наш простанец не будет обычным, как Минковский. Нет, в той модели, что мы говорили, там же нет такого вообще. Какой модель? Ну, там гравитация. А, нет, это... Когда я упоминал о гравитации, гравитация, на самом деле, это просто способ описания конформной теории. То есть конформная теория у нас живётся обычным Минковским. А гравитация её описывает. Древиальный факт заключается в том, что классическая гравитация — это весь смысл для действий этих соответствий. Классическая гравитация в криволах пространства генетиситоров описывает квант и углевольм в обычном Минковском. То есть гравитация в том, например, в случае просто использовалась как метод для решения задачи. То есть решение для отрицательной лямды — это антидесертное пространство. То есть решение для отрицательной лямды — это антидесертное пространство. Это антидесертное пространство. То есть диаграмма... То есть диаграмма Гроза для него... Можно спросить. Вот унитарная цивилизация инвариальности уживается, а позитивность антидесертного потока вроде как-то не инвариально. Ну, наверное, надо понять, что такое положительное. Если два парта... Ну, да, давайте как раз... Да, то есть по поводу, значит, гравитации в антидесертном пространстве... На самом деле ситуация с антидесертным гораздо выше, чем ситуация, когда у вас нет космологической константы. Это на самом деле очень интересный вопрос. Когда у вас есть космологическая константа, у вас диаграмма Гроза выглядит так. Поэтому все ваши условия нужно на нулевой бесконечности задавать. В то время как в случае антидесертра диаграмма Гроза выглядит так. Поэтому все граничные условия сдаются на таймлайн. Таймлайн-серфис. Именно поэтому в ваших... Именно поэтому в соответствии с антидеситрами гораздо более естественно. То есть этот таймлайн-серфис в итоге становится обычным бутковским. То есть у вас есть пятимерный антидеситр, четырехмерная таймлайн-граница. То есть вы описываете... Таким образом вы описываете на формуле теории, которая живет на четырехмерных условиях. Как работает антидесерт, релест-серфи соответствия для Ленковского... Для ленковской кравитации ленковской, это как бы неизвестно. Это интересно, просто непонятно как это делать. То есть наивно у вас теория на границе больше на light-light surface. То есть не понятно, что это сделает. А что такое депутатация, конфорное тюнище, вроде бы в тех термах реального отсутствия? Мы сейчас для этого дадим. Значит, давайте сначала рассмотрим оператор потока энергии. То есть он, в общем, поток 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 энергии, и он интегрируется во времени, минут бесконечности, минут бесконечности. И догадка из товарищей Холстов и Мавасена заключалась в том, что... То есть понятно, что если мы проинтегрировали это все... Да-да, это все является функцией от угла. То есть давайте немного рассматривать четырехмерную теорию. В этом случае все это можно делать в любом количестве измерений. То есть все это является функцией от угла. Если мы проинтегрировали по углам, то, естественно, мы получим полную энергию и полную энергию положительной, понятное дело. Но Холстов и Мавасена сказали, что на их взгляд и вот эта штука, если ее вмерить в любом состоянии, должна быть положительной. Можно рассмотреть измерение этого оператора в состоянии, которое получается действием оператора Страстенцера с негреполаризацией YNK. И исключительно из... То есть единственной структурой, которой могут быть, это теница, какая вот контекстная структура, какая контекстная структура. То есть все это должно быть билинейно, билинейно по эпсилону. И мы должны реапсилон свернуться. Единственный способ, который мы можем свернуть, это либо так, либо так. И здесь мы добавили константы таким образом, что если мы вот этот вот член, например, интеграем к углу артику, он получил ноль. То есть все это умножается на полную энергию и делится на четыре трех 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 трех. И в том числе в личный сфер. Поскольку это вычисление, очевидно, его на самом деле можно сделать. Поскольку наше состояние, оно получается с приложением одного стресс-тенсора, то это вычисление будет включать в себя две и тверех точек. Тут надо открыть статью Осборна и Пенкова, где они показали, что две трехточки стез тенсора целиком и полностью определяются тремя коэффициантами, которые мы называем A со шляпкой, B со шляпкой, C со шляпкой. Еще один способ практиковать две точки – это рассматривать теорию свободных фермионов, электронных полей и скаля. То есть это просто такая пряморизация этих точек. И эти коэффициенты в потоке энергии, их можно посчитать в термомерах, либо этих чисел, либо этих чисел. И получаются такие урожения. И если потом рассмотреть вот это вот число, не число, а вот это вот урожение, и на требовании, что он положительный, то мы получим три ограничения. То есть три ограничения соответствуют трем разным толяризациям и урожение действия. И некоторым делом в их cortical, которые должны быть точными. Мы можем сделать два для химических древних аспекта. Далее, мы помним тему в ней, так мы берем несколько для химических точек, это Violetalfi, которая очень урожает. Это очень важно, чтобы иметь противоположение 100'ы и химических точек, В зависимости от того, как эти поляризации трансформируются по отношению к вращению вокруг оси Z, мы получим три условия. Эти три условия эквивалентны в свободной параметризации, что NS, NF и NV должны быть больше вибравными нулями. И они же эквивалентны к тому, что отношение A и Z, концовных аномалий, лежит в этом интервале. От одной второй до трех вторых. Ну, тут есть некоторые детали, которые я обучу. Это мы уже перешли в D равно 4? Да, это все в D равно 4. Мы перешли в D равно 4. То есть, причина, по которой, то есть, как я уже сказал, вот эта вот величина потока энергии, он полностью определяется трех точек и двух точек. В четырех вене из двух точек и из двух точек полностью определяют конформирующие аномалии. То есть, в суперконформных теориях это соответственно один конформирующие аномалии. Конформирующие аномалии полностью определяют двуточки и трех точек из трассы. Это не так в шестых измерениях, но не так в любом качестве измерениях, кроме четырех. Но ограничения на коэффициенты аномалии, ограничения на трех точек остаются их. То есть, ограничения на коэффициенты, которые входят в трех точку, вы можете написать их вне зависимости от качества земли. То есть, в четверых мере, это ограничение сводится к качеству, грубо говоря. И вопрос заключается в том, можем ли мы это показать? То есть, это пока что исключительно догадка. То есть, утверждение о том, что поток энергии положительный, он ниоткуда не следует. То есть, Хоффмундасеннам, значит, просто сделают такую туристику. Можно спросить? Н1 теория. Это же теорий. Ни сколько раз? Представьте эту страницу. Вот написано. Н1. Это такое. Их же очень много. Любой теория. Если у вас есть сицилинг. Любой теория в конформном режиме. Да. Они консультивные суперконформные теории. Любая, это не может задеть суперконформные теории. Любой ползойной суперконформной теории, у вас возникает еще одно толщество ордера, которое сводит количество независимых коэффициентов в 3-х тестерстанциях до 2-х. То есть, это технические отображения. Но это вот это не так. Ну, и, значит, естественно, люди пытались протестировать это утверждение. В частности, в суперконформных теориях. Например, в суперконформных ГХД. Или суперконформных ГХД с adjoint field. Вы можете посчитать использовательных смезон. ECA и C в инфракрасе. И действительно, ECA и C, как они там себя ведут, они, естественно, друг другу не равны. Но, тем не менее, они лежат в этом интервале. То есть, разные тесты — это гипотеза утверждена. Возникает вопрос, можно ли, значит, показать это более строго. То есть, логика нашей деятельности возникла из вычисления IDCFT-соответствия. Я не буду опять даваться деталей, но, в общем, IDCFT-соответствие как бы дает такой сигнал, что нужно смотреть, что происходит в интервале. То есть, нужно использовать операторное разложение. Давайте мы рассмотрим точку тестензора и рассмотрим операторное разложение. И на секунду забудем про все операторы, которые живут в правой части, за исключением единицы. Но, на самом деле, это не единица, а некие, например... То есть, тут какие-то есть индексы, поэтому это некая индексная структура, которая измерит размерность новой. И, значит, сам тестензер. Где f это, соответственно, наш коэффициент. Теперь мы можем взять и посчитать ферменовский пропагатор при конечной температуре. Почему-то, когда мы это делали при конечной температуре, опять пришла из IDCFT. Там вычисление делалось при конечной температуре. То есть, если мы рассмотрим этот ферменовский пропагатор при конечной температуре, и рассмотрим режим, когда у нас омега и кей. То есть, омега и кей это временная компонента и пространственная компонента нашего вектора импульса. Гораздо больше, чем вектор импульса. То есть, у нас почти... То есть, он получит почти на лейдинг, на цветовом кондусе. В то же время, q2 в каждую большую температуру. Мы рассмотрим такой режим. А что вы называете ферменовский пропагатор при конечной температуре? С клиническими ограниченными условиями? Нет, нет, мы делаем real time. То есть, time water. Как его определять при конечной температуре? Ну, так и как обычно. То есть, time water. То есть, если у вас температура будет такая маленькая, что вы ее вообще не учитываете? Нет, нет. Вы ее учитываете. Как вы ее учите? Вы должны делать вековский поворот, накладывая периодически ограниченные условия, где у вас там по времени единица на отеле и так далее. Это же... Как это? Я думаю, соответствующее. Совсем другая диаграммная техника. Субаворская. Ну, Субаворская, да. А так вот, чтобы в Минковской доисконечной температуры этой земли такой фокус не проходит. Ну... Это просто абсолютно неопределенный объект. Там же есть какая-то кинтышка. Нет, объект, да. А вообще отдельная сюжетка. То есть, нет такого? У меня уже... Таких заглянений не нужно спустить. Объект, во-первых... Нет, объект хорошо комплект. Ну, короче, хорошо. Что-то, например, Фельденовская функция в Минковском при конечной температуре. Есть только Субавовская техника? Нет, вот... Нет, вы сейчас говорите так еще и так. То есть, вы сейчас говорите, чтобы посчитать этот объект, нам нужно делать какие-то лучше... То есть, я могу взять и посчитать... И в обычных вещах нужно делать что-то лучше. Это еще не о том, чтобы нам на два пункта сложились. А посчитать нужно то, что хорошо определено. Объект определён. Объект определён. Очень хорошо. Объект определён. Ну да, конечно. Тогда скажите нам, чтобы Фельденовская функция Грина при конечной температуре. Может быть, я её правильно называю? Да вы мне тоже с вами. Запаздывающую. Запаздывающую функцию Грина. Вот, ты прямо тоже на эту причину. Конечно, теперь вы... Никто вам не мешает посчитать коррелято. Как это выглядит? Никто вам не мешает посчитать такой коррелятор при конечной температуре. В принципе, то вполне определенный реал-тайм коррелятор. Это другая история, кстати. Ну вот... Откуда эти термологи? Я откуда-то термологи. Это другое дело, что вы это берёте. У вас есть главная функция. Вы, так сказать, по ней, по плану технического уровня, функцию спределяете к какой-то оператору. Но вы берёте, надо же, что иметь не по-наковому, по обстоятельствам... Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да, да. Чёт, да? Алина... Почему это то, что мы считаем? Или по крайней мере... По крайней мере, позвольте считаем. Но ты... Да, да. Какой функция? Может быть там еще разы... Плюс надо рваться. Нет, не думаю. Может быть, там еще кому-то ответить. Нет, ну там у меня нет. То есть, это... Ну, да. Но это за середину. Ну, это... Ну, это, конечно, не готово. Вышли? Нет, ты с ума заедешь. Да нет, я не хочу, что лицо. Нет, это именно то, что лишь так. Это, в общем, называем ее... Я не знаю, можете назвать это как хотите. Это функциональная нервная языка. Она, естественно, не является ларианом. Не является что? Ларианом. Ну, потому что меньше, чем больше. Я должен задать два, как бы, комментария. То есть, один комментарий заключается в том, что, действительно, для того, чтобы считать эту двухточку, нужно ее считать с келдэшем среде. Но в IDSFD соответствие это трансформируется в... То есть, мы знаем, как это делаем. То есть, в частности... Мы знаем эту двухточку считать. В частности, мы наблюдаем полюса... То есть, это, на самом деле, стандартное вычисление в IDSFD. И, например, полюса, это двухточек, определяют в квазичастиц ваш келдэшем, в конечной температуре. В частности, вы можете наблюдать полюса, которые знают... На увеличенную температуру у нас, скорее всего, нет вообще полюсов, они не разрезы. Поскольку у вас поля частицы неустречивые, они там, как вы говорите, распадаются... Есть, есть, есть. Потому что, если у вас... Какого типа у вас будет? Ну, там, в конкретном случае... Там, в конкретном случае, есть два, как бы, канала, два полюса. В зависимости от поляризации. Есть широк, есть, во-первых, звук. Ну, это, в пределе, уже как нужно, длина волны. Естественно, конечно. Есть, во-первых, звук. А во-вторых, есть... Шир. Сдвиг. Сдвигаем, вот. Я не понял. Теория комформина или что, официально? Да, теория комформина, но это, конечно, келдэраторика. То есть, на самом деле, отдельная, очень любопытная история. Теория комформина – это жидкость. В ней, вы можете считать... То есть, в ней есть гидродинамика. Гидродинамика вам говорит о том, как ведут себя моды при низких омегах. В частности, гидродинамика вам говорит, что у вас есть звуковая модель. Но тут, на самом деле, коэффициент стоит. И сдвиговая модель. Сдвиговая модель – коэффициент, который появляется, – это сдвиговая вязкость. Сдвиговая, кажется, там, зонимые единицы сразу? Да, да, зонимые единицы стоит. То есть, сдвиговая мода, она целиком и полностью дисципативна. Эта мода, она не поддерживает. Мы знаем, как посчитать в этих корреляциях. Идея среди соответствий может посчитать, например, величину вязкости и величину скорости звука. Честно. Это на самом деле нетривиальный результат. В частности, было показано, что отношение вязкости на энтропию в комфортных теориях поля, которое описывается в результате, оно равно единицы на 4π всегда. То есть, это очень маленькое число, естественно. Но это отдельная история. Это что касается... Ну, на самом деле, люди, которые занимаются параллельной плазмой, были очень довольны, потому что их симуляцию дают величину для лязкости на энтропию, которая достаточно бесколько единицы на 4π. То есть, если вы начнёте считать пердопатильный ГХД, то вы получите там очень большие числа. Поэтому люди, которые этим занимались, были очень довольны этим результатом. То есть, ну, это отдельная интересная история, которую я хотел упомянуть только потому, что мы знаем, как эти СССР считают эти корреля. И именно из этого вычисления возникло... Я думаю, что это правильно несколько считает. А? Да. Да. Откуда вообще параллельной плазмой, комфорная МРЭ? Это, на самом деле, тоже интересный вопрос. Это, на самом деле, тоже интересный вопрос. Поскольку он такой интересный, я вам скажу стандартный на него ответ. То есть, наверное, струнные дают величину. И вы понимаете, насколько это правильно? Но, в общем, на шоке люди посчитали... Что у нас там? Свободную энергию и энтропию. Они примерно все одинаковы. То есть, свободная энергия ведется как ТФ-4, а энтропия ведется как ТФ-кубель. На ТФ-кубель. Как функция с температурой? И все это выглядело вот так. Мы знаем, что при высоте сокой температуры у нас КХД, естественно, имеет несовременность синтетическая свобода. Поэтому мы должны получать Стефан Коуксин константы. Однако на очень большом режиме температур, если вы посмотрите на решеточные данные, иметь место и Платон. То есть, действительно, энтропия ведется как ТФ-кубель, что, на самом деле, для конформы теории типично. Но коэффициент, который здесь находится, он не является коэффициентом Стефан Коуксинга. А он, грубо говоря, на 80% отличается. И, естественно, люди, которые занимаются ED-CFT, соответственно, он скажет, что... 80% отличается, а гимно 80% отличается. 80% отличается. 80% отличается. Люди, которые занимаются ED-CFT, соответственно, скажут, что... Если вы сделаете это вычисление в домик плюс 4 в супериангелсе... Они вам скажут, что здесь теория, на самом деле, конформенна, но всеми связана. Если вы посчитаете эту величину в супериангелсе и сравните, что вы получаете при нулевой константной связи, что, естественно, соответственно, вы получаете Стефан Коуксинга. И чтобы получаете при бесконечной константной связи, что получаете из ED-CFT соответствую, вы как раз получите с ним скайплосанты. Я не понял. Приморщиты, как я говорил, я не знаю, они свободные... Да-да-да, конечно. То, что он получит триграни свободные... Конечно, конечно. Это Стефан Коуксинга. Потому что... Да. А кому что, не получается? Он получается, но для этого нужно, чтобы... То есть температура будет даром экспоненциально. Температура, на которой это происходит, там, не знаю, гораздо больше, чем дамут КХД. То есть интерпретация, но она, может быть, неправильная, такая, что в этом режиме у вас есть почти конформная теория, которая очень хорошо описывается конформной теорией, но эта конформная теория сильно связана. Поэтому мы можем применять методы сильно связанной конформной теорией и считать, например, раз. Ну, а какой масштаб тогда еще? У тебя много больше лярки, там нет размерного масштаба. Температура. Температура. Нет. Температура много больше лярки. А на сколько раз? С Техлогой там распределится. Другого же нет масштабного раздела? Он где-то... Да, специально я не говорю. Специально я не говорю. Специально я не говорю. Специально я не говорю. Другого размера параметра нет. Вы можете еще что сказать? Коэффициент 20 лямбда, что ли? Или 30? Ну, это... А вот... Это... При каких Т? Вот подъем при Т параметрах, когда... Ну, естественно, вижу фазовый клинику. Да. Здесь, действительно, какое-то число. Интересный вопрос был бы, если бы у нас еще какой-то параметрах был с теорией. Ну, тогда вообще надо это все это делать. Там кроме лямбда ничего нет. Это много больше что? Тысячи лямбда? Тут есть. Нет. Если кроме лямбда ничего нет, то, конечно, эта аргументация даже не может быть в принципе правильной. То, что как? Если у вас один только масштаб, что вы говорите? Нет. Там может быть такой качественный, что я помахаю... Ну, хорошо. Я вам скажу, что потом может быть лямбда. Комельянбда может быть количество центров. Нет. Нет. Дело в том, что на желудочных симуляциях там далеко не пойдешь. Они, может, просто не досчитывали эти 20%. То есть, все. И пойти не смогли, наверняка, так. Поэтому, скорее всего, это решение... Не достачивали. Понимаешь, числи, да. И тогда, действительно, есть взаимодействие. И эффекция будет отличаться с технической скоростью на скорости. То есть, это возбуждение на фаном... По классическому фаномном поле, так сказать. Фаномной модели. Знаешь, вот... Берем, скажем, колебания решетки. Вот фаном. Настоящий. Да. В отличие от фанома, у тебя всегда там символ 3 в 4. Да. Здесь у тебя есть максимальная частота. У тебя будет не Т в кубе, так сказать. А просто Т. Это твое. Да. Если они считали на решетках, то у них, как в модели дебайя. У них есть вот Т-дебайя максимальная. И на этом Т-дебайя у них режим меняется. И вместо Т в кубе у них надо было совсем другую. Они поставили на счету. Нет. То есть, да, если что-то есть раз на Т в кубе вот так вкладывается... То есть, это... У них же все равно конечный размер решетки. Понимаешь? Они не могут сделать это меньше чего-то. Я предлагаю дальше двинуться. А слушать, как же все-таки унитарность помогает. Да, давайте дальше. Да я скажу, что уже не помогает. Почему? Почему? Ухлуждают, помогают. Асферин помогает. Асферин помогает. Асферин помогает. А может не докажете, что из унитарности можно вывести положительность потока энергии? Ну, мы именаторами не знали. Да, да. Я именаторами не знал. То есть, вы говорили о причинности? Это не так. То есть, из унитарности он разрешается причинам? Нет. То есть, в гравитационном описании именно у нас это не случилось. Но гравитационное описание это просто нам советовали, на что смотрели. В итоге я их нужно ответить на унитарность. В теории. Но опять я может их... То есть, в итоге вы не да. Ну, я не знаю, что это не так. А, да. Я сейчас... Мы рассматриваем классическую теорию. У меня никакой унитарности нет. А причинность есть. И есть те же аргументы о том, что снаружи для чей он идет, все время, кто наружу, так сказать, это как я. То есть, когда это не понятно, это через унитарность. Ну, в классической теории действия, оно же тоже унитарность. Да. У нас есть унитарность. У нас есть унитарность. Ну, там унитарность, как есть таковы. В общем, гибридориста с ними наоборот, не все классические. А сейчас. Я тогда наполю логику. Вот у вас был этот констрейнт. Ты говоришь, что этот констрейнт означает, что нужно заложить, чтобы исключить вот эти фасионные моды там или что-то такое. Или я не помню. Вот этот констрейнт, когда... А, да. Да, в гравитации. Да, да, да. Вы говорите, что нам нужно, грубо говоря, для того, чтобы с причинностью все было. Да, да. В этом смысле, если вы этот констрейнт получите из унитарности, я ж... Вроде как получается, что вы из унитарности причинность получаете. Ну, в общем, может, я и так и смотрю. Ну, это какая-то самая, где-то мы говорим, что это чистая модель. Давайте послушаем. Мы решаем задачу России. Вы можете... Где вас выравнивать? Пока еще... Пока еще ничего вправо. Никогда вас не говорим. Да нет. Ну... Гарюш, вот это значило силу. Ставите вы плоскую волну плюс расходящиеся волны. Вы можете поставить плоскую волну плюс расходящиеся, и часть скалящиеся. И это тоже будет решение уравнения фейнтинга. Поэтому вы сами задаете это дополнительно. А причинность и унитарность у вас есть в самом целом уравнении фейнтинга. Ну, конечно, без снега выручите эту службу. Я пока про интернет ничего не говорю. Ну, сейчас начнем. То есть... Ну, на самом деле... В этом... Еще раз хочу сказать, что вот эта попытка вычисления вот этого коррелятора в течение рассмотрения операторного расположения и потом осуществления поворота криком, она на самом деле... не работает. Она не работает. Но она дает... Как бы... Ее мы использовали в дальнейшей работе. В общем, суть заключается в том, что мы берем этот операторное отложение, делаем ему Fourier transform и делаем и считаем немую часть коррелятора. Мы получаем, что немая часть коррелятора в этом режиме она пропорциональна дельтофункции, но коэффициент, который появляется, он пропорциональна комбинациям двух точек, которые должны быть положительны без условия положительности потока энергии. То есть это в описании, с точки зрения, в описании свободных болей, экспортизации свободных болей, это коэффициент пропорциональной НС на нын. То есть это, на самом деле, не надо говорить о том, что в принципе это правильный подход к делу, в заключении того, что это на самом деле не работает. Потому что, премьи всего прочего, мы не ожидаем, что наше операторное разложение вообще будет работать для 3 квадрата равна нулю. То есть мы получаем правильные числа, это на самом деле весьма нетривиальное утверждение. То есть это операторное разложение, там надо какие-то числа нетривиальные, то есть их надо складывать. То есть числа алгебраические, это утверждение нетривиальное, но оно физически не совсем правильно работает. Однако из него становится ясно, что это правильный круг, что операторное разложение, оно нас должно привести в правильное направление. Или... Не понял, вы говорите, что не работает, физически не обоснованно. А ответ? Да, да, да. То есть вычисление как бы дает вам правильный результат, но физически оно не обосновано. Если вычисление, Марком скажет, что вычисление не правильное. Окей, то есть, естественно, вопрос это, можем ли мы сделать правильное числение. Значит, правильный результат, если вы это ранее знаете? Мы, в основном деле, это знаем. То есть, есть догад. А почему вы считаете, что это правильно? Ну, есть догад, о котором... Вы не знаете, какой результат правильный? Если я просто проверю, что звезда стоит на трёх пятах, так сказать. Если я возьмём в числении показов, то он вернулся и на трёх пятах, так сказать. Ну, это диаграмма... Диаграмма... Какой результат нормализуется... Почему там? 3, 1, 1, 1, 1... Ну, потому что страстанга... Почему у него... Другой следователь первый. А! А! Ну, я не понял. Ну, и число, это какой-то, это положительный. То есть, более такой физический потрат к делу в последние работе включают сюда следующие элементы, что имеют. Мы рассматриваем конформную теорию, И мы будем рассматривать рассеяние в глубокой и непругой рассеянии. То есть, программа у нас... Здесь, конечно, есть люди, которые про глубокое и непругое рассеяние знают гораздо больше меня, но в стандартной ситуации, когда у нас, к примеру, какой-нибудь крем-частица рассеивается на фотоне. Отменивается фотоном, в данном случае, на превитон, с спейсовых инкульсов. И мы смотрим, что из этого все вышло. Понятно, что фотонов у нас нет в данной теории, поскольку у нас теория компон. Поэтому нам нужно что-то сделать. То есть, мы начинаем осуществлять различные деформации. То есть, в частности, одно из допущений. Мы делаем такое допущение, что в наш компонент теории мы можем... У нас существует ремонт альператор, который может подключить, и теория... и теория приходит в фазу с компанией. Ну что, в принципе, для прохитеков. Правда, но мы предполагаем, что наша теория этого закончена. Мы можем получить ремонт альператор какой-то, и теория придет в фазу с очередью, в которой будет существовать частица с минимальной массой. Теперь мы будем рассматривать такую диаграмму. Это у нас, это частица с минимальной массой, это тоже частица с минимальной массой, это у нас галитон с импульсом Q, и это амплитуда forward scatter, то есть приходящие моменты равны исходящие моменты. По оптической теории эта амплитуда умеет... Во-первых, у этой амплитуды есть... То есть мы можем ввести такой параметр x, который является стандартным параметром в другом расследии, который равен Q в квадрате разделить на 2Q в квадрате на p. Мы будем рассматривать ситуацию, когда Q в квадрате очень великол, и в амплитуде будет разрез от минус единицы до единицы, и скачок миневой части, которая идет этой амплитуды, на этот разрез положить. Потому что этот скачок, он равен по оптической теории, он равен полному сечению рассеяния, вот этих вот двух вещей. То есть он равен полному сечению рассеяния, когда здесь образуются все возможные единицы. Q в квадрате много больше Q в квадрате? Нет, Q в квадрате порядка Q в квадрате, а Q в квадрате порядка единицы. А Q в квадрате больше Q в квадрате. Да, Q в квадрате больше Q в квадрате, но... А Q в квадрате больше Q в квадрате. Когда Q в квадрате больше Q в квадрате работает с нашим оперативным разложением. То есть тот режим, который мы можем посчитать такую амплитуду с помощью оперативным разложением. То есть мы получаем, что интеграл от этой амплитуды вокруг этого разреза положительный, а в то же самое время этот интеграл, если мы контур на бесконечность станем, можно посчитать, используя операторное разложение. Мне кажется, это вообще не опасно, когда вы без массовой теории с инфракрасией заменяете массивность, то чёрт знает что можно получить. Главное, чтобы черные дыры не начали появляться. Чёрт опасный стык. Можно ли это применяться неопределенность? Да. Вот то, что вы говорите о дефиноластик, зачем вам нужна комфортность здесь вообще? Или она не нужна? У нас оригинальная теория комфортная. А для того, чтобы делать дефиноластик, мы должны её... То есть, вероятно, можно это всё дело сформулировать... Если вы вводите массу минимальную, то начинается эта масштаб, а вся комфорность отсутствует. Да-да, но этот наш... То есть, скорее всего, этот аргумент может улучшить и сформулировать исключительно в комфортной теории. Но мы хотим делать дефиноластик в комфортной теории, а должен быть делать дефиноластик в комфортной теории не должно быть. Которая не только в комфортной теории. Ну да. Для этого мы комфортная теория дефаксирована и считаем, что у нас это масса... В каком-то смысле вы, это... Вы же как раз уже, если я вас правильно понял, накладываете такие, что масса, она мала в сравнении с... совсем, нет? Да-да. Вот P, который там есть, это QP... Q квадрат, но больше QP, и Q квадрат больше 5 квадрат, да? Да-да-да. Поэтому, это как бы, можно формально сделать предел без массы. Вы понимаете, что у нас денег нет, мы хотим открыть чё в банке, и вы это положите 5 рублей. Нет, ну это, как бы, такая регионализация. Нужна масса. Вопрос, а если, когда ты снимаешь программы числения, есть ли предел, когда ты регионализация... Конечно, есть. Да. Есть вопрос, в смысле? Нет. Есть вопрос, есть ли предел? Есть. Что есть? Есть вопросы... То есть, кто передел? Ну, хорошо. Хэнди, вы когда делаете какое-то приближение теории, у вас, по крайней мере, должны быть аргументы, чтобы ваше приближение иметь какой-то смысл? Обычно, из кого-нибудь другого, делают такие приближения, чтобы они могли что-то ваше стать. Ну да, у тебя нет аргументов, что ты проделаешь? Нет. Скажи же, я. Скажи же, я. Скажи же, я. Скажи же, для того, чтобы вы получите синтетическую... А это значит, что асимптотика, она вот имеет определенный знак. То есть, этот момент мы можем посчитать... Это фактически правило СОУ. Наверное, да. То есть, мы считаем этот момент, но мы считаем его... Бесконечно. ...сместе, да, бесконечно серьезной работы по оперативному разложению. И получаем эти аргументы. Нам, в этом случае, это вычисление. То есть, во-первых, нас, как это обычно бывает, вклад при большом квадрате дает оператор с минимальным твистом. То есть, для каждого спина оператор с минимальным твистом для этого спина дает вклад. Потом мы каждую спину можем извлечь путем считания моментов. В частности, для спины двойка оператор с минимальным твистом — это ста стенки. И мы можем считать... То есть, фактически, мы возвращаемся обратно к задаче. Как вы видели API? Стра стенки самим собой, которые опять дает стра стенки. И дальнейшее вычисление приводит к тому, что вот этот коэффициент положительный. То есть, грубо говоря, если мы работаем по всяческие детали, то коэффициент... То есть, B — это... ...вакуумное среднее нашего оператора со спином S. Но там, в данном случае, можем рассмотреть спин 2 в этом несостоянии. То есть, в частности, для стресс-тенсора, B — обязательно положительное число. И этот аргумент приводит к тому, что соответствующий коэффициент операторного разложения обязательно положительный. Ну, здесь есть детали, которые связаны с тем, что мы должны сделать правильную поляризацию. Но, в итоге, мы приходим к тому, что... ...в... 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 ...вакуумное среднее оператора теории мы получаем наш результат... ...эээ... ...что... ...эээ... ...поток энергии должен выполнить. То есть, мы получаем наш результат. ...вакуумное среднее оператора теории на энергии 1,2,0. Ну, потому что энергия. Она вообще неопределена, реально, в теории боли. Ну... ...источностью заказа. Начало процвета. Ну, что она... ...величина по определению бесконечная, и из нее кто-то вычитается. А разность двух бесконечностей может быть любого знака. Ну, энергия, энергия. Мы считаем, кто-то стрелял из этой энергии... ...неопределять от этой энергии. А... ...самый такой красивый пример это... ...среднее значение квадрата электрического опера в динамике. Оно меньше нуля. Е квадрат среднее, так сказать, в леда меньше нуля. ...ээ... ...ээ... ...вопрос состоит в рянушке. Так наивно ты смотришь... ...там... ...ну... ...как бы вот та вот величина, которая... ...знаешь ли... ...это... 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 ...в смысле... ...в каком-то месте тоже должно быть, да... ...то есть когда вы они... ...когда вы три варианта сделаете, у вас всё выглядит наоборот. Я вообще... ...честно говоря, честно говоря, перестал понимать... То есть, в то уголе он может прийти, под действующий стейн вариант не превращается в то, что положено, которое в официальном начале написали, не прижал ДТ, стейнджерно... Да, да, как я уже сказал, вы... То есть, там, на самом деле, более... То есть, вопрос в том, какие ваши состояния, на самом деле. Ну, я понимаю, что если у вас что-то произошло, там, вы на бесконечности смотрите, у вас энергия не идет от этого места, так сказать, группа говоря, к вам, да? Вот так, да? Не, ну вот, если вы физически рассмотрите систему, в которой у вас есть летающие частицы, и, как бы, они там демонстрируют к другому результату, но физически у вас энергию, которую вы будете считать, она... А по-хорошему, да, то есть, по-хорошему, нужно считать энергию на... То есть, по-хорошему, нужно считать энергию на бесконечности. на будущем границе левой. То есть, по-хорошему, надо считать энергию на будущем границе левой. То есть, по-хорошему, надо считать энергию на... Это тоже не получится. Ну, он же говорит о флаксе, определенный... Югол, да, это не тонный поток, а только на первого югол. Тогда он выбрасываешь энергию на треференцию. Ну, то есть, там, на свечении определены. Ты высказываешь энергию на треференцию, там, по-другому углу, попорная, вместо растений. Сейчас начинаем. А полный поток ноль. Ну, вот, в этом смысле, оптическая теорема, она же каким-то образом, это, знает про фиманскую прескрипцию, скажем так, не знаю. Поэтому... Ну, так, вам нужно, например, не причинную функцию Гринга, в этом смысле, а по повалу, да? Тогда у вас, это, аналитические свойства амплитуды изменятся же, да? Ну, да. У вас тогда... То есть, у вас тогда нужно будет... Но, фактически, это не столько в конформенной теории происходит, а, как бы, в обычной теории, как бы, может быть, там... Да. Нет, у вас тогда поменяется, как бы, это знак, фактически, здесь. Если вы будете рассматривать местозапасывающий энфранс. А что касается, да, что касается... Что касается потока энергии... Я прошу прощения, у нас еще много осталось, а? До того, как вы всем поможете в отношении элементарности. Ну, да. Практически все. То есть... То есть, все остальное, это уже... То есть, мы не... То есть, мы не... Все остальное, это, как бы, реализация этих утверждений на ситуацию, то есть, когда у вас операторы... То есть, во-первых, стиль, наверное, отбойки-бойки, а, во-вторых, операторы, которые рождают состояние, имеют стиль больше двойки-бойки. То есть, например, в этом случае... Ну, и там существуют всякие разные толкости, которые, наверное, не будут даваться. Вот, в частности, если мы не знаем, чему равняется... В следующем году... Наблюдаемое среднее этого оператора, то... Утверждение, которое мы получаем, это то, что все коэффициенты операторного разложения, они, например, имеют в виду не тот же знак. Вне зависимости от конкретных ситуаций. То есть, это, на самом деле, интегральное утверждение, которое я... ...конформная теорика и конечная температура описываются в низкоэнергетичных пределах. То есть, за счет температуры, она уже интегрирована, в смысле? Ну да, то есть, любое, любое... Ну, турбуленты же, они, вроде как, полностью обвисуются. Нет, нет, мы берем, мы берем... Турбуленты же. Да что? Ну, на основе, на каких-то масштабах. Да и даже... Но, которые вы ужасают, взять кофем теорию. Отс Initially, Кьюбелия classes, присутствие в nervous system с нейтр. Но, кофем теория enjoyment при конечной температуре – это вовсе не то, что мы вычислили. Да что мы вычислили где? Нет, здесь вообще в конечной температуре есть не вверх. Когда мы используем операторное разложение, там нет никакой конечной температуры. Это уже чисто и... Там есть, конечно, свои допущения, но конечной температуры в этом числе и не нет. В периметационном числении, когда мы считали этот коррелятор, используя DST-соответствие, конечная температура есть. Она в этой соответствии описывается чёрной дырой в VDS, асимптотически. То есть у вас пространство... Вытверждение заключается в том, что конформная терапия поля при конечной температуре описывается чёрной дырой, асимптотически антидессидорозной чёрной дырой. В этой чёрной дыре вы можете рассмотреть квазинормальные моды. И спектр этих квазинормальных мод будет эквивалентен спектру состояния, которое вы можете получить из этого корреля. Это совершенно правильно. Если вы спрашиваете об этом числении, то вы числении как-то. Без проблем. Да, да, да. Вы, скорее всего, используете альтернативское АФТ. Но оно же творливое только для АН-4 с Устью, насколько я понимаю. Оружие с операторами здесь вообще не будет. Да, да. То есть, АДСФТ использовалось для... Оригинально использовалось для того, чтобы догадаться, что существует ограничение для конформных аномалий. То есть, действительно, это... Для того, чтобы вообще от этого ограничения додуматься, люди использовали АДСФТ как модель. Потом мы пытаемся это ограничение показать исключительной теоретикой полевого мега. За другую версию. То есть, нам уже это показали, я вот так и не думаю. Потому что из того потока, так сказать, ринкуса, который я сегодня не услышал, и то, как вы делаете, то не то, как я не понимаю, как будут NiP?" Возложение вполне обозначено. Когда мы рассматриваем... Основу? У нас есть допущение. Допущение. Я уже сказал про это допущение. Мы теоргоня деформируем... И преполагаем о том, деформации, которые приводят... Мы приводим массу, нарушая комфортную рядность, но ответ считаем, что это только комфортная теория, где нам не доплало. Нет. Нет, это, правда, сумма. Вы массу вводите, но потом вы все равно рассматриваете пределы на любой массы, правильно? Нет, нет. А у вас не остается в ответах, в конце концов? Ну, в ответах не остается. Ну да, в каком-то смысле мы рассматриваем пределы на любой массы. Мы считаем амплитуду в режиме, когда импульсы гораздо больше, чем у нас. Это не одно и то же. Вы видите обычную КГТ, там есть депутат ластик. Вы там делаете тоже оператору по разрушению. Но массовые элементы оператора, они слият на масштабе лямбда, вы не можете посчитать. И нельзя открыть к комфортному пределу для этого. Да, конечно. А в данном случае у нас нет проблем. Да нет, у вас нет проблем, понятно, правильно и желательно. Это все-таки разное подтверждение. А в чем так сказать? Ну ладно, давайте все-таки сформулируйте, чтобы что-то осталось. Я думаю. Я думаю. Так. Это нескольких комментариев. То есть мы можем посчитать... На самом деле мы можем посчитать... То есть мы можем, на самом деле, посчитать явным образом поток энергии и показать, что рекорд... Неужели ты? Я уже с вами... Да неужели мы... Неужели! Ну я как-нибудь, про него... Да неужели, ну как вы... Как вы увидели? У нас здесь не знает, может... Но опять же, нет! И тут конформность совершенно не кричит. Нет, мы пытаемся это показать только в конформной теории. В неконформной теории. Ну, это движение тоже можно сделать, но... То есть, какую бы мы теорию не придумали, так сказать, если нормально будет? Там не может быть отрицательного потока. Это, наоборот, не локальность, там, причина издана отрицательного. Ну, вот это утверждение в том, что в какой-то, там, любой теории не может быть отрицательного потока, оно, скорее всего, праведливо, но непонятно одно наследие. Я помню теорию, и кто это считается предположением? И кто сделал это предположение? Великий Монда Церва. Я помню теорию... Вы охлаждались, что ли? Я помню теорию. А ты ничего не делал. А ты сейчас всё натянём, назад ничего не выходит. Это какой ответ? Нет, извините, Ромаса ссет на себя, то, что на неё падает. А тут, скорее всего, в виду вакуумы. Если вакуумы, то я всёмя швакчичь, да? И ничего нет, в уграниченном условии это никуда оно не сосёт. Но, как была Ромаса, так и осталось. — Давайте днем, пожалуйста, я правильно понимаю, что у вас постановка про положительные законы... — Ты и ничего не выходит. — Какое-то полевое решение — Вы вообще не запрещаете, но не запрещаете. — Да нет. Да. Потому что это M, это и есть вылку. То есть R это что-то? R, M. Это, соответственно, модуль. Правильно? Я просто говорю, где у вас есть эти слова? Да. Ну, то есть это в модуле направление вектора. Да, да. Модуль разница вектора. У M, да. А R у вас хорошо будет. То есть R это модуль, а O это направление вектора. У вас там какая-то жизнь, но на бесконечности всё затухает. И вы затухает так, что когда вы достаточно далеко уйдёте, то у вас энергия вытекает. На самом деле, на бесконечности всё затухает, как единица на R в квадрате. Ну, вы на R в квадрате умножили. Да, умножили на R в квадрате. У меня главный знак, что он не заметит как модуль. Всё рассасывается. Всё вытекает. Да, всё вытекает и всё вытекает. В любой теории, так сказать, будет так. То есть, я думаю, что у вас есть теория, где это не так, и я никогда не посмотрю. В любой теории будет так, но вопрос заключается в том, является ли, в зависимости от угла это число положительных, то есть полная энергия будет положительнее, если по углам на это берёт. Нет, но это кажется почти очевидным, на самом деле. Мне кажется почти очевидным, я не знаю, как это доказать, конечно, но вообще-то утверждение кажется не таким уж... Вы, кажется, в каком направлении вы идёте, у вас ситуация, чтобы у вас там энергия в другую... Ну, в смысле, что-то втекало, это как-то неестественно. Вы же на бесконечность, вы же пределы рассматриваете. Вот на конечных расстояниях, конечно, у вас будет не так, это тоже понятно. Если вы на конечных расстояниях сидите, там уже ничего похожего нет. Нет, ну это всё правильно, да. Я с этим согласен. Ну, скорее, вы не поняли, что такое флаг. Почему вы не поняли? А, ну... Я с интегралом по Т, я тоже не очень понимаю. Реально, если вы говорили бы про настоящий поток, это вроде бы по поверху, ну, даже по Т не надо интегрировать. То есть, грубо говоря, у вас Т0И умножить на НИТ, это как раз поток в данный момент времени, да. То есть, в этом смысле вы говорите, что поток, который течёт по всему... Ну, в смысле, суммарный поток, это ещё более мягкое условие в этом смысле. Я бы сказал, что даже справедливо без всякого интегрирования по Т так вот, так сказать, если рука не пометает. Ну, это же нормально. Ну, это как раз. А? Нет, ну, на бесконечности мы уходим на бесконечности. Мы говорим о том, что это проявляет гравитация, в которой нет вообще, так называемые гимнкурса и поток. И там это ничего не просто определено. Вот интегрирование по всему миру он определён, а Т0И, кроме того, где нет, это знаменитые гейнкурса, творкости, теории гравитации, и всё. Ну, там, как вы слышите, у нас нет никаких проблем, да? Но там... Да нет, у нас вообще всё время проблем нет. Я вот всё это снизу вести, да? Посмотрите, какие же люди. Какие-то проблемы у нас есть, на самом деле. К примеру, утверждение о том, что у нас теория плывёт в инфракрасе теории с какой-то массивной частиц, это, конечно, серьёзное упущение. Что касается всего остального... Ну, ладно. Понятно. Спасибо. Спасибо.